Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Предлагаю в последний раз в ходе пятидневки проанализировать то, что у нас сейчас сложилось на финансовых площадках, на рынке Форекс и, соответственно, на рынке производных финансовых инструментов, в том числе и товарного сырья. Время неумолимо движется вперед, безусловно так. Как приближается заседание ОПЕК Ближневосточного картеля в содружестве с регионами, которые не вхожут в эту организацию. Состоится оно 30 ноября, то есть 30 ноября у нас уже будут конкретные итоги. Событие в плане ожиданий является довольно-таки серьезным. Может быть, даже мы не ошибемся, если расскажем то, что его, по сути, итоги, исход этой встречи может оказаться судьбоносным для будущих отировок нефти. И если разбирать вообще основной посыл и цель этого мероприятия, стабилизировать ситуацию на рынке энергоресурсов по способству и созданию условий, которые могли бы лечь в основу, в основании баланса между способным предложением, конечно же, это действительно одна из самых серьезных, может быть, даже очевидных попыток сторон, которые действительно влияют на ситуацию на рынке энергоресурсов, предпринимать хоть что-то, чтобы попытаться восстановить былую энергетическую конъюнтуру и былые высокие цены. Но без, скажем, фактических действий, конечно же, никаких серьезных изменений на рынке не произойдет. Поэтому мы с вами к этому заседанию нашли уже очень давно. Мы знаем то, что если договоренностей не будет, если стороны не осознаю через фактические действия необходимости либо ограничения добычи, либо заморозки, то в 2017 год мы шагнем с прежней проблемой, которая сейчас только усилилась, особенно в последние месяцы, если говорить о последних цифрах объемов производства со стороны ОПЕК и других регионов. То есть это проблема перенасыщения и перепроизводства углей в дорогах в рамках всей мировой экономики. Вчерашняя торговая сессия. В целом, вы знаете, что рынок был низколиквидным. В целом, можно сказать, что волатильности практически не наблюдалось. А сейчас актив понемногу сползает вниз. Котировки по бренду актуальны 49,54. И хорошо, что мы идем вниз. Если разбирать новостной фонд, то очевидно, что сейчас настроения на рынке продолжают определяться комментариями, которые посвящены предстоящей встрече. Вчера ОПЕК обратился с предложением к странам, которые не вхожи в эту организацию, о сокращении объемов добычи на 880 тысяч баррелей в сутки с 1 января 2017 года. Важно отметить то, что основной источником такой новости, собственно, стал не сам ОПЕК, а вот министр энергетики Азербайджана Алиев. В частности, точно такие же сообщения получила и Россия. Александр Новак, который возглавляет наш аналитический сектор, лучше дала ответ о том, что в рамках российской экономики на самом деле снижение соответствует заморозке. Потому что в планах российских нехтяников было разведывание до места рождения, увеличение производства с текущих значений. А текущее значение – это, как вы помните, уже максимум с постсоветского периода – 11,2 миллиона баррелей в сутки. И в планах России было нарастить производство еще на 300, 400 или даже на полмиллиона баррелей в сутки в перспективе 2017 года. Может быть, даже за более, как в промежуток времени удалось бы добраться до этой планки. Поэтому, если Россия сейчас сдержит реализацию этих адапанных инфраструктурных проектов и не будет наращивать производство, то можно сказать, что Россия сокращает объемы добычи. Потому что уже можно говорить о планах выйти на планку по производству в 11,6, а то и даже и 7 миллиона баррелей в сутки. Такой ответ был дан со стороны Александра Новака. Пока что каких-либо встречных комментариев со стороны ОПЕК не поступило, но мы следим за развитием событий и следим за тем, что на рынке происходит. То, что актив не отреагировал ростом серьезным и сейчас не растет, явно доказывает тот факт, что этих комментариев и этих предложений недостаточно. То есть, они не вдохновили трейдеров на какие-то ожидания положительного исхода венской обстрече. И правильно, потому что ничего серьезного не произошло. Ирак и Иран также несколько дней назад оботелся с предложениями, точнее даже с условиями, на основании которых они готовы поддержать сделку по ограничению, либо заморозке рабочей. Но и по этому, скажем, вопросу также пока нет никакой конкретики. Другими словами, мы с вами, как были, по сути, в неведении того, что же все-таки может быть принято в формате решения 30 ноября, так и остаемся. Понимая, что настроение, вот в оставшиеся несколько торговых полноценных сессий для рынка нефти по этому вопросу, осталось ключевым катализатором, триггером для движения. Уверен, что еще будут и оптимистичные заявления, и, собственно, также будет и скепсис. Я надеюсь, что все-таки негативный настрой будет доминирующим. И в конце концов, понимание того факта, что у ОПЕК было достаточно времени, чтобы последовать делом за словом, и хоть как-то повлиять на текущие объемы добычи, но и уж тем более не повышать их до исторических абсолютных максимальных уровней. Но этого не произошло. Поэтому я могу даже позволить себе сказать, что сам ОПЕК подорвал доверие к всем потенциальным сделкам, которые могут быть достигнуты. Потому что даже сейчас оптимисты, которые допускают, что какой-то компромисс будет все-таки принято, уже исходят из того, что сделка может и будет. Но не факт, что условия этой сделки будут соблюдаться. В общем, мы с такими настроениями закрываем заключительную торговую сессию этой недели. Уходим на выходные. Возможно, что на выходных мы получим еще какие-то комментарии. В понедельник уже, соответственно, вернемся к их анализу. Будем следить за дальнейшим развитием ситуации. И все-таки будем дальше придерживаться позиционного медвежьего взгляда. Поскольку все-таки глубокий такой фундаментальный анализ говорит в пользу того, что сделка вряд ли будет поддержана теми игроками, которые реально могут повлиять на текущие объемы добычи. Поэтому разногласия сохранятся. Проблема перепроизводства решена не будет. По крайней мере, не до конца 2016 года. В связи с этим, я, как и ранее, предлагаю вам рассматривать возможность продажи нефти с потенциалом выхода в район 45 долларов за баррель. Да, мы уже скакнули очень высоко с минимум, которые были зафиксированы несколько недель назад. Но текущий уровень – это отличная возможность, чтобы продать черное золото очень дорого. Потому что оптимисты, скажем, неделю назад говорили о том, что 50 долларов за баррель мы с вами увидим только в том случае, если стороны признают необходимость ограничения добычи. И, по сути, бренд уже находится рядом с этой планкой, а никакого соглашения еще и нет. В общем, ставим на дальнейшие распродажи. Рубль против американцев 64-63. Все без изменений, если ждем слабости нефти, ждем все-таки ухода пары выше 60,5 против американцев. Евро против доллара. Вчера мы с вами, даже не то чтобы вчера, в последнее время продолжаем говорить о неизбежном снижении пары евро-доллар и ослаблении европейской валюты. И нашли для этого множество причин и факторов. В частности, вчерашняя торговая сессия позволила нам говорить и констатировать в отношении этой валютной пары то, что евро коснулся марта месяца, внимания уровня, с марта 2015 года. И этот минимум был спектирован на отметке 1,0517. Совсем немножко оставалось до нашей с вами долгожданной поддержки 1,05, но пока что мы до нее не добрались. Видимо, все-таки нужно еще больше фундаментальной поддержки либо со стороны еврозоны в плане негатива, либо со стороны США в плане позитива. И я надеюсь, что если не до конца сегодняшней торговой сессии, то уж на следующей неделе мы сможем коснуться этой планки, потому что на следующей неделе у нас non-farm payrolls – это отчет по состоянию американского рынка труда, который может уже поднять вероятность повышения процентной ставки чуть ли не до 100%. Достаточно показать прогресс, который вполне вероятен, учитывая динамику по заявкам на пособие по безработице, которое мы получали в последние 4 недели с момента публикации последнего отчета по non-farm payrolls, то есть количество новых рабочих мест из хозяйственного сектора. Возвращаясь к вчерашней торговой сессии. День был низколиквидный. В принципе, тонкие торги были обусловлены тем, что в США отмечали День Благодарения. Однако тонкость торгов не стала причиной низкой волатильности. Более того, она осталась на довольно высоком уровне, как будто бы на рынке присутствовали все игроки. Если говорить про новостной фонд, то, пожалуй, важнейшим отчетом, на который можно было бы обратить внимание, стал индекс бизнеса ожидания, оценки ИФА Германии. Трейдеры следили за этой статистикой. По факту мы получили отчет бизнес-оптимизма 110,4 со 110,5. Это для многих трейдеров индикатор состояния промышленного сектора. Правда, не такой крутой, как от института ЗИЮ. Но на ИФА также обращаю это внимание. Это если, к примеру, сравнить отчет по запасам нефти. У нас есть статистика от Американского института нефти, а есть данные от Минэнерго. Мы понимаем то, что оба отчета могут повлиять на перспективы черного золота. Но все-таки большую ставку делаем на официальную статистику. Вот что касается ИФА и ЗИЮ, здесь практически такое же противостояние. Безусловно, каждый раз, когда публикуются эти данные, они подвергаются серьезному анализу. Потому что трейдеры смотрят даже не на факт настроения, а как бизнесмены оценивают перспективы развития национального промышленного сектора. 110,4. Это довольно высокий показатель. Теперь я предлагаю даже немножко копнуть в плане этого индикатора, разобраться с историей изменения этого показателя. В частности, после референдума в Англии 23 июня мы увидели, как этот индекс очень серьезно просел. Очень сильно. И буквально вот, получается, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, вот за 4 неполных месяца индекс не просто наверстал прежние позиции, но и даже, казалось, выбрался на уровень выше, чем тот, который мы наблюдали до Брекзита. В частности, почему этот индекс так быстро набрал прежнюю высоту? Участники рынка полагают то, что слабость, которую мы наблюдали с вами в летние периоды, стала следствием сезонных факторов, а ни в коем случае не какой-то новой экономической действительности и негативной тенденции, которая была сформирована. В качестве основного импульса для роста индикатора послужили сильные настроения по поводу текущего состояния промышленности. Но здесь, когда я, в принципе, анализировал эти цифры, для меня было не совсем понятно, где же трейдеры увидели этот самый позитивный отношение промышленности к Германии. Потому что, если мы с вами будем разбирать статистику, то увидим, что промышленность переживает одни из самых худших времен сейчас. И даже не будем далеко ходить, вспомните индексы деловой активности в производственном секторе Германии, который был опубликован позавчера. В частности, 54,5 у нас снижение с 55, и индикатор действительно постепенно сползает по район 50, то есть уровня, который отделяет восстановление от спада. Поэтому, анализируя дальше ситуацию, я хочу сделать акцент на то, что сокращение количества новых заказов, неясные перспективы развития отдельных направлений немецкого экспорта, а в целом политическая еще неопределенность, которая еще так себе, знаете, прилично, в 2017 году, все это указывает на то, что нам не стоит сейчас искренне верить в те положительные отчеты, которые мы получаем от ИФ. Я бы даже сказал, что эта статистика себя скомпрометировала, и на самом деле никак не соотносится с действительностью. Если хотим получить большее представление о состоянии промышленности, нужно дождаться индикатора АДЮ. Ну а на ИФ, как я и вчера говорил, для общего развития посмотрели, проанализировали, но не делаем из этого никаких выводов о том, что бизнесмены столь оптимистичны в адрес развития национального производства и будущих показателей, ну и эст, поскольку он, конечно же, завязан на состоянии промышленности, поскольку это не так. И косвенно это подтверждается еще отчетом того же самого ИФ, но который посвящен оценке текущих экономических ожиданий. Вчера СПА 5,5 с 105,9. СПА получается на 0,4 пункта. Это серьезное снижение, и это снижение, которое уже превращается в тенденцию. Перспективы евро, как и ранее, будут зависеть от дальнейшего поведения доллара. Поскольку американец у нас с особым удовольствием для себя продолжает переписывать локальные максимумы, мы должны понимать то, что те предпосылки, которые уже стали причиной роста доллара, они формируют уже серьезные основания для сохранения подобного тренда, потому что в целом еще картина не изменилась. Рынок ждет реализации тех инициатив, которые были озвучены Трампом, рынок ждет повышения процентной ставки со стороны ФРС, и рынок ждет в адрес европейского региона и со стороны Европейского центрального банка, а также больших экономических стимулов, которые будут направлены на борьбу с по-прежнему низкими показателями потребительской активности. Поэтому евро будет снижаться дальше. Если мы преодолеем с вами поддержку 1.05, я думаю, что сможем смело замахнуться на движение в район паритетного значения. По крайней мере, условия для этого на рынке макроэкономические будут просто идеальны. Я надеюсь, что вы согласны с подобной оценкой, и, соответственно, продолжаете придерживаться медвежьего посыла, и продолжаете извлекать максимум профита из такой перспективной и прибыльной сделки. Фонд против американцев сейчас торгуется на уровне 1.24.46. Можно сказать, что диапазон хода 1.23.60-1.24.60 сохраняется для британца. Из интересных событий вчерашнего дня, пожалуй, даже выделить нечего. Ну, разве что комментарии бывшего премьер-министра Англии Тони Блэра, который, по сути, отметил, что до того, как инициирована 50-я статья Лиссабонского договора, процедура Brexit является обратимой. То есть, если население сейчас признает тот факт, что негативных моментов, минусов больше, чем плюсов от автономии Англии, то всю вот эту процедуру, весь этот процесс можно повернуть вспять и добиться того, чтобы все-таки все забыли об этом ликвиденте, и Англия сохранила свою ликвиденту в рамках Европейского Союза. Если же нет, то здесь нужно будет выбирать меньшее сло. Здесь нужно будет выбирать либо сохранить доступ к единому европейскому рынку и сохранить стабильность финансовой системы, но при этом смириться с тем фактом, что придется столкнуться с максимальной миграцией, в зависимости от код, который соответствует европейским странам. Либо все-таки Тереза Мэй уже сделает доставку на контроль миграции, но утратит доступ к единому европейскому рынку. Если выбор будет сделан в пользу такого сценария, то это как раз тот самый жесткий исход, который может окончательно похоронить фунт в самое ближайшее время. И стать причиной снижения пары фунта доллар не только к уровню 1,20, но и также поспособствовать тому, чтобы актив добрался до паритетного значения против американца. Потому что при реализации данного сценария в перспективе ближайших 10 лет, по словам Тони Блэра, британская экономика вынуждена будет столкнуться с таким понятием, как реструктуризация. И полная перестройка, которая затянется на много лет и просто вернет Англию в состояние страшной экономической неопределенности и окончательно утратит доверие со стороны институционального капитала, которые уже поставят крест на Английском регионе как площадки развития собственного бизнеса. Мы об этом также говорили очень много. Я надеюсь, что вы понимаете все вот эти риски и в связи с этим сейчас не позволяете себе поставить на рост фунта, который по-прежнему уязвим. И стоит только на рынке появиться локальному дополнительному триггеру, как фунт тут же покажет это снижение. Я допускаю то, что в последнее время случается то, что прогнозируется меньше всего. Вот, к примеру, сегодня у нас статистика по ОВП Англии. Можно предположить то, что отчет достойчивый для британца, но станет ли он той самой фундаментальной поддержкой либо для медведей, либо для быков, чтобы пара фунт-доллара наконец-таки выбралась из этого диапазона, в котором находится уже длительный период времени. Я считаю то, что мы с вами можем рискнуть и поставить на большой потенциал влияния этого отчета. А если посмотрим, в принципе, на предпосылки того, какую цифру мы сможем сегодня увидеть, то с легкостью придем к выводу о том, что последнее состояние сферы услуг и последний индикатор розничных продаж явно не настраивает нас на то, что мы можем поставить на хорошие цифры по ОВП квартальное выражение. Поэтому, если сегодня цифра будет меньше 0,5% квартальных прирост, я надеюсь, что фонд окажется под давлением и сможет отодвинуть вот с текущих значений 1,2446 чуть ли не до планки 1,23. Почему бы и нет? Доллар японская иена 113.34. Здесь в Катсо мы уже поговорили про перспективы доллара и про то, что происходит сейчас. Американец готовится к повышению процентов ставки. Вероятность такого изменения монетарной политики сейчас чуть ли уже не 100%. Соответственно, толкают доллар. Это рост доходности американских трежи, которые также через свой рост подтверждают тот факт, что уже никто не сомневается в повышении процентных ставок. Сегодня, помимо отчета по ВВП Англии, у нас еще индекс активности в сфере услуг США в 17,45 по московскому времени. Оценка сферы услуг как очень серьезного вкладчика в показатели ВВП имеет большое значение для локального влияния на динамику доллара. Я надеюсь, что сегодня мы с вами получим еще одно доказательство того, что американская экономика сохраняет очень хороший импульс роста. И это может стать причиной дополнительной поддержки для американца и поспособствовать тому, чтобы до конца сегодняшней торговой сессии мы снова переписали максимальный уровень и оказались чуть ли не рядом с отметкой 114 иен против американца. Почему бы и нет? Наша долгосрочная цель остается на прежнем уровне 115. Я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем добраться до этой планки. Из других валютных пар доллар-франк продолжает расти. Хайк уже был зафиксирован на отметке 1,0190. Но здесь говорить о том, что если вообще анализировать трейдинг со швейцарцем, я все-таки предлагаю большую ставку сделать не на пару USD-свеси, а на пару евро-свеси. У нас котировки 1,0736. Я не буду повторяться в плане возможного интервентного вмешательства со стороны Национального банка Швейцарии. Вы об этом уже прекрасно знаете. Но вероятность этого увеличивается просто в сопоставимой прогрессии с ослаблением европейской валюты. Вот если евро у нас просили до отметки 1,05, я уверен, что Национальному банку Швейцарии придется вмешаться в ситуацию, потому что евро в связи с этим снова будет тестировать поддержку 1,07. А ниже этого значения франк, конечно же, Национальному банку Швейцарии явно не нужен. USD-CAD у нас по-прежнему с вами цель 1,36. Сейчас торгуемся на уровне 1,3485. Уверен, что сможем добраться до нашего ориентира уже на следующей неделе. Стоит только заучиться поддержкой более сильного доллара. Основания макроэкономические будут. И слабые нефти. Я надеюсь, что заседание ОПЕК в плане отсутствия каких-либо прогрессивных решений нам также поспособствует в этом. Кодовое слово на сегодня пятница. Влечена бонусы 16%. Действует он, соответственно, до следующего брифинга, который состоится в понедельник уже в 9.30 по московскому времени. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и замечательных выходных. И увидимся, соответственно, уже в понедельник, либо на брифинге, либо в ходе вебинара, который, как и всегда, пройдет в 16.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.